Многие знают про оборону Брестской крепости и операцию Багратион, но немногие помнят про сражение под Могилевым в июле-августе 1941 года под руководством Комкоров, которые еще не были расстреляны Сталином. Там была одержана самая первая победа Красной Армии над Вермахтом. Завеса истории приоткрылась перед Ильичевцами в канун Дня Великой Победы. В городском дворце культуры прошел спектакль Одесского русского драматического театра «Забытая победа». В 1941 году под Могилевым фашисты потеряли около 15 тысяч человек и около 200 танков. Эта победа далась неимоверно дорогой, запредельной ценой. Она была почти забыта, но все-таки она была. Именно об этих событиях и людях спектакль «Забытая победа» по пьесе Алексея Дударева. Эта спектакль мы в основном показываем как урок по истории Великой Отечественной войны для школьников города Одессы. Но решили показать и вам, ветеранам. Это одна из страниц той Великой войны. Начало войны. Начало 41-й год. Но пусть наша молодежь посмотрит этот спектакль, и может быть у кого-то из них возникнет желание снова перечитать страницы книг, пересмотреть кинофильмы, хронику, чтобы понять ту эпоху, в которой жили мы, старшие поколения. Несмотря на серьезность темы, весь спектакль пропитан добрым, светлым юмором, что помогло донести до зрителей рассказанную историю. Благодаря юмору, события, о которых идет речь в спектакле, надолго останутся в памяти и сердцах зрителей. Со временем это забудется, а если будут проводить такие мероприятия, то будут люди помнить о ветеранах. Было, короче, все супер и прикольно. Увлекательная сюжетная линия, декорации, воссоздающие дух того далекого времени и блестящая игра актеров не оставили равнодушными ни молодежь, ни людей старшего возраста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...